Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы видите, наступила осень, холодное время года, и, соответственно, в это время резко возрастает риск респираторных заболеваний, разных бронхитов, кашлей, не говоря уже о пандемии вируса, которая нас уже давно сопровождает, и, соответственно, это тоже увеличивает риск различных поражений легких. И, конечно, очень важно в этот период особенно принимать какие-то профилактические средства, которые помогут нам избежать этих рисков, помогут нам укрепить наши легкие, помогут справиться с кашлем, с мокротой, то есть с теми факторами риска, которые могут привести в конечном итоге к воспалению легких, к каким-то вирусным воспалениям, к ковиду и другим опасным вещам. Поэтому мы в нашем журнале «Будь здоров!» Мы опубликовали статью про замечательную совершенно пищевую добавку. Это не лекарство, это пищевая добавка, но она – это фактически единственное средство, которое реально борется с поленитетными процессами в легких. Оно не просто снижает симптомы, оно борется именно с причиной, то есть оно фактически уничтожает мокроту. Когда у нас начинается простуда, кашель, респираторные заболевания, у нас в бронхах образуется мокрота, и, конечно, необходимо от этой мокроты избавляться. И обычные лекарства, которые противовоспалительные, они просто подавляют процесс мокроты, но это не лечит саму причину, не лечит, это просто лечение симптомов. Мы расскажем сегодня вам про такую, в общем, добавку нутринак. Это практически лучшая пищевая добавка, которую вы можете использовать для профилактики кашля и поражения легких в сезон инфекции простуд. Существует ряд лекарственных средств, которым интерес со временем не только ослабевает, но и усиливается. Открываются новые области и возможности применения. Число таких препаратов, потенциал которых до сих пор не исчерпан, относится к эноцетилцистеин. Эноцетилцистеин – это химическое вещество, которое появляется в производном от аминокислоты цистиина. Полное название – N-ацетил-Л-цистеин или сокращенно НАК. Только за последние 2-3 года в мировой литературе опубликованы результаты сотен работ в разных областях медицины, посвященных новым направлениям применения этого волшебного лекарства ацетилцистеина или расширению существующих показаний для него. НАК – это пищевая добавка, которая используется для лечения респираторных заболеваний. Прежде всего, эноцетилцистеин успешно применяется при инфекционных, при респираторных заболеваниях верхних и нижних дыхательных путей, которые могут сопровождаться образованием вязкой, трудноотделяемой массы. При остром хроническом бронхите, трахиите, ларинготрахиите, а также при бронхиальной астме и пневмонии и других заболеваниях, включая вирусные инфекции. Существуют данные об эффективном применении эноцетилцистеина для лечения и для профилактики больных с коронавирусом инфекцией, которая представляет собой вирусное повреждение, также вирусное повреждение легких. То есть это практически вирусная пневмония. Острый респираторный синдром ОРДС с развитием острой дыхательной недостаточности. В отличие от многих других муколитиков, а муколитики – это лекарства, которые разжижают мокроту, эноцетилцистеин напрямую воздействует на мокроту, разрывая межманикулярные связи в ее структуре и снижая ее вязкость. Таким образом, раздробленная мокрота легко выкашливается или эвакуируется из дыхательных путей, и интенсивность кашля, интенсивность вот этого воспалительного процесса, она значительно снижается, просто за счет того, что мокрота становится более жидкой. Примечательно, что вот это вещество, НАК, сохраняет высокую активность также в случае гнойной мокроты. Н-ацетилцистеин не только борется с симптомами, но и влияет на ключевые механизмы развития заболеваний дыхательных путей, при которых воспалительный процесс сопровождается выделением свободных радикалов и токсических веществ. Вот эти противовоспалительные свойства ацетилцистеина, они обусловлены тем, что он является антиоксидантом. Дело в том, что Н-ацетилцистеин является предшественником цистиина, а это важный элемент ситеза глутатиона, который защищает наши клетки от повреждений, вызванных окислением. Большинство исследователей считают, что свободные радикалы, которые вызывают окислительные повреждения наших клеток и ДНК, они являются важнейшим фактором, который участвует в процессе нашего биологического старения. Глутатион, о котором мы только что сказали, состоит из трех аминокислот – глицина, цистина и глутаминовой кислоты. Глутатион является сильнейшим антиоксидантом, который борется с этими свободными радикалами, которые старят наш организм. Он укрепляет защитные функции организма, первым главным образом иммунитет. Он восстанавливает наши ткани поврежденные и предупреждает повреждения клеток. То есть действует как профилактика различных процессов, окислительных процессов, которые повреждают клетки. Глутатион по праву называют одной из важнейших молекул в организме, а некоторые даже называют его молекулой молодости и здоровья. От него зависит, как быстро мы можем постареть, как долго мы проживем свободными от различных болезней и недугов. Многочисленные исследования ученых показали, что есть корреляция между высоким уровнем глутатиона в крови, а также снижением риска развития различных заболеваний. Особенно это важно для пожилых людей. И, конечно, это еще и здоровье печени. Печень – это наш основной фильтр крови, который удаляет из нее все потенциально опасные токсические вещества. Эноцитилцистеин, за счет того, что он поддерживает наш межклеточный глутатион на достаточном уровне, он помогает защитить нашу печень от токсинов. Например, когда мы пьем алкоголь или какие-то у нас в организм попадают вредные химические вещества, эноцитилцистеин эффективно применяется. Например, когда у человека какая-то происходит передозировка каким-то токсическим веществом. Кроме того, исследования показали, что ацитилцистеин может уменьшить повреждения сердца, которые также вызываются в результате недостаточного притока кислорода к сердцу. И таким образом НАК защищает сердце, наше сердце от инфаркта. Другие исследования подтвердили, что НАК может защищать сердце также при диабете. И какие-то ткани сердца, которые повреждены, которые вызываются избытком сахара в крови, то есть когда у человека диабет, они могут вот этот уровень повреждений снижать. Ну и, конечно, главный наш орган – это наш мозг, который мы хотим сберечь, особенно для пожилых людей. Это важно – сохранение памяти, сохранение здорового мышления. И, кстати, НАК является одним из наиболее эффективных натуральных средств для сохранения и улучшения здоровья мозга, особенно в пожилом возрасте. В частности, исследования показали, что у людей сохраняется, улучшается память, улучшается, особенно у пожилых людей, и успешно применяется для лечения различной нервной системы, такие как депрессия, биполярное остойство, психозы, а также иногда и прежде всего шизофрения. Конечно, эти все исследования продолжаются, медицинские исследования. Дело в том, что НАКа-нутри-НАК – это не лекарство, которое прописывается по рецепту, это просто пищевая добавка, она содержит всего 600 граммов эноцецилцистеина. И если вы живете в Торонто или в окрестностях, то вы можете найти это в магазине Health Garden. Я вот здесь оставлю адрес этого магазина. Это 69 Донкастер-Авеню, это недалеко от перекрестка Янга-Стилс. И, пожалуйста, берегите себя. Сейчас осень, сейчас идет пандемия, поэтому ваше здоровье очень важно сохранить. Будьте здоровы и до следующих встреч!